Окончание 28 главы «Начало избавления» из книги Рава Мейра Каханы «Свет идеи». Если Израиль услышит Божий голос и последует его путям, то Бог покорит Гога и врагов Израиля в Кемат от Кемат Рега «Мгновение» из Ешияу 26.20. Тогда избавление придет быстро и навечно. О таком варианте избавления пишет и пророк Ошеа. Дети Израиля будут пребывать много дней без царя и князя, жертвы и жертвенника. После этого они вернутся и начнут искать Господа своего Бога и Давида своего царя и вернутся с трепетом к Господу и Его благости в конце дней. Ошеа 3.4.5 Радак комментирует «Это относится к изгнанию, в котором мы сегодня, когда у нас нет ни царя, ни князя Израиля, мы живем под правлением царей и князей народов. После этого они вернутся. «Это будет в конце дней, около времени избавления, когда Израиль покается». Конец цитаты. Весьма вероятно, что все будет иначе, и Израиль не покается до самых мессианских родовых мук. Как бы то ни было, мы снова видим, что когда Танах говорит об избавлении, он говорит либо об избавлении в свое время, либо об ускоренном. Действительно, в приведенном фрагменте из Таилим 46.2.4 говорится об ускоренном избавлении, в котором Бог уничтожает мир народов, а Израиль не боится, в кавычках. Стих 3. Царь Давид продолжает. «Бог посреди нее, она не сдвинется. Бог поможет ей при наступлении утра». Стих 6. Радак комментирует. «При наступлении утра, во-первых, будет война за Иерусалим, то время будет названо ночью, а спасение будет названо утром». Конец цитаты. Об этом же говорится в Ешияу 21.11.12. «Страж, сколько ночи?» Страж говорит. «Утро приходит, но также и ночь. Если ты хочешь спросить, спрашивай. Вернись, приходи». Раша комментирует. «Страж — это Бог. Утро приходит, я способен сделать так, что утро засияет для тебя. Но также и ночь, ночь для грешников в конце дней. Если ты хочешь спросить, спрашивай. Если ты последуешь за желанием ускорить конец, тогда вернись, приходи. Раскайся». Конец цитаты. Ночь — это изгнание, а утро — избавление. Но для народов это снова будет ночь. «Гог и народы нападут на Эрцисраэль, и тогда для еврейского народа начнется символическая ночь. Однако Бог придет ему на помощь и освободит свой народ при наступлении утра». Таилим 46.6. «Как ночь темнее всего перед рассветом, таким же будет и избавление». В войне Гога с Израилем Бог накажет все народы, оскверняющие его имя. В 46 главе Таилим говорится о заключительной стадии избавления, глобальном разрушении того мира, в котором живут народы. В другом месте Писания сказано, «Ты падешь на горы Израиля, ты — Гог, и все твои отряды и народы с тобой. И я пошлю огонь на Магог и на тех, кто живет безопасно на островах, и они узнают, что я — Господь». Ехэскель 39.4.6. «В войне против Израиля, а по сути против Бога, имя Бога будет отомщено и освящено. Она начнется, когда мир богохульно и высокомерно отвергнет Бога и поставит на его место человека, одновременно с этим напав на еврейский народ». Раби Леви объясняет, Танхума Эмор 13, «Горе нечестивым, ибо они составляют коварные планы против Израиля, и каждый из них говорит, «Мой план лучше твоего». Эсав сказал, «Каин был глупцом, ибо он убил своего брата Авеля, когда его отец все еще был жив, и он не знал, что его отец мог завести новых детей. Я так не поступлю, но скоро будет день траура по моему отцу. Тогда я смогу убить моего брата Яакова». Берешит 27.41. Фараон сказал, «Эсав был глупцом, что ждал смерти своего отца. Разве он не знал, что его брат может завести много детей еще при жизни своего отца? Я так не поступлю, но пока они все еще малы, под животом у своей матери, я задушу их». Так сказано, «Каждый новорожденный мальчик должен быть брошен в Нил». Шмот 1.22. Аман сказал, «Фараон был глупцом, что убивал только мальчиков. Разве он не знал, что женщины выходят замуж и рожают детей? Я истреблю всех евреев, женщин и детей». Эстер 3.13. Конец цитаты. Гог в будущем также скажет подобные слова. «Наши предшественники были глупцами, что строили козни против Израиля. Разве они не знали, что у Израиля есть покровитель на небе? Я так не поступлю. Но сначала я пойду войной против их покровителя, и только затем против них». Так сказано, «Цари земли объединяются, правители сговариваются друг с другом против Господа и Его помазанника». Таилим 2.2. Бог сказал ему, «Грешник, против меня ты решил воевать? Я клянусь, что пойду войной на тебя». Так сказано, «Господь выйдет, как сильный человек. Он возбудит страсть, как человек войны». Ешеяу 42.13. «Тогда Господь выйдет и сразится с народами». Захария 14.3. Гог и его поколение, то есть наши, совершили наихудшую форму богохульства из всех возможных. Как Голиаф дерзнул бросить вызов Богу, так же поступит и Гог, но при этом Гог символизирует все народы земли. Чтобы лучше понять события наших дней, рассмотрим внимательно фрагмент Писания, повествующий о Гоге». Ехэскель 38.1.9. «Слово Господа пришло ко мне, сказав, «Сын человеческий, обрати свое лицо на Гога из земли Магог, главного князя Мешиха и Фувала, и пророчествуй против него. Скажи, так говорит Господь Бог, вот я против тебя, о Гог, главный князь Мешиха и Шувала, и я поверну тебя, вложу крючья в твои челюсти и выведу тебя, и все твое войско, лошадей и всадников, всех в полном облачении, великое сборище с маленьким и большим щитом, всех с мечами, Персию, Куш и Фут с ними, всех со щитом и шлемом, Гомера со всеми его отрядами, дом Тогармы из далеких сторон севера, со всеми его отрядами, и многие народы с тобой. Будь готов, приготовься, ты и все твое сборище, собранное к тебе, и надзирай за ними, после многих дней ты будешь вызван. В последние годы ты придешь в землю, возвращенную от меча, собранную у многих народов. Ты придешь против гор Израиля, которые были в постоянном запустении, но чьи жители, приведенные из народов, все будут жить безопасно. Ты поднимешься и придешь, как буря, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все твои отряды, и многие народы с тобой. Конец цитаты. Первый принцип, который мы видим в этом фрагменте, война Гога произойдет уже после того, как еврейский народ вернется в Эрцисраэль, после первой стадии собирания изгнания. При нападении Гога Израиль уже будет в Эрцисраэль, как ясно сказано. После многих дней ты будешь вызван. В последние годы ты придешь в землю, возвращенную от меча, собранную у многих народов, приведенную из народов. Раша комментирует, стих 8. Я подниму тебя в конце дней, чтобы ты пришел в Эрцисраэль, которая будет возвращена от меча. Ее жители будут возвращены из изгнания, в которое они были отправлены с помощью вражеского меча, которая была в постоянном запустении много лет, но перед твоим нападением они вернутся, и тот, кто забирает ее у народов, не оставит ее в твоих руках. Мецудат Давид комментирует, в конце лет ты придешь в землю, жители которой вернулись, чтобы населить ее из мест, в которое они были изгнаны вражеским мечом. Они соберутся туда из многих народов, где они были рассеяны в изгнании. Конец цитаты. Махарик Ра комментирует, «Поскольку пророк описал, что Израиль уже приведен из народов, упоминая падение Гога, следовательно, избавление будет предшествовать войне Гога, то есть Израиль уже будет собран из многих народов, когда придет Гог». Конец цитаты. Радак комментирует, «Это произойдет во время спасения, после того, как все или большинство израильтян покинут изгнание». Конец цитаты. Все это совершенно очевидно. Мудрецы Великого Собрания это понимали, когда распределяли благословение Шмоне-Эсре в такой последовательности. «Добрый год, собирание изгнанников, наказание грешников, евреев и неевреев, спасение, включая восстановление Иерусалима, и лишь затем приход Давида». Мы читаем в Мигела 17 бет. «Почему они установили благословение собирания изгнанников после благословения Доброго Года?» Сказано, «Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и дадите свой плод моему народу Израилю, ибо он скоро придет». Ехэскель 36,8 «То есть после возрождения земли начнется собирание, но еще не массовое, сопровождающееся устранением изгнания. Когда изгнанники будут собраны, нечестивые подвергнутся суду, как сказано, «Я обнажу свою мощь против тебя и очищу твой шлак, как щелоком». Ешаяу 1,25 «Я восстановлю твоих судей, как в первый раз», там же стих 26. Это относится к избавлению в свое время, сопровождающемуся трагедиями, мессианскими родовыми муками и войной Гога. Все это будет уже после начала избавления, посредством возрождения земли и начала собирания. «Когда нечестивые будут наказаны, все грешники, включая нечестивых евреев, умрут». Цитата «Уничтожение нарушителей и грешников произойдет одновременно» там же стих 28. «Тогда слава праведных будет возвышена, как сказано, «Всю славу нечестивых я истреблю, но слава праведных будет возвышена»» Таилием 75,11 «А где это произойдет?» «В Иерусалиме, как сказано, «Молитесь за мир для Иерусалима, любящие тебя будут процветать»» Таилием 122,6 «Дело не в том, что Израиль не будет жить в Иерусалиме до этого, поскольку до этого наступит стадия собирания. Скорее, дело в том, что после войны Гога он будет восстановлен навсегда. Когда Иерусалим будет восстановлен, придет Давид, как сказано, «После этого дети Израиля вернутся и будут искать Господа своего Бога и Давида своего царя». Ошеа 3,5 Конец цитаты Здесь речь идет о том, что собирание, гибель Гога с грешниками и восстановление Иерусалима произойдут перед приходом Машиаха. Ясно и то, что страдания перед приходом Машиаха, война Гога и даже мессианские родовые муки при условии избавления в свое время являются частью начала избавления. Мудрецы говорят, Мегила 17 бет, «Почему наши мудрецы постановили, что избавление упоминается в седьмом благословении?» Рава сказал, «Поскольку Израиль будет избавлен в седьмой год прихода Машиаха, избавление было помещено в седьмое благословение. Но разве мы не говорили, в шестом году будут громы, в седьмом – войны, и в конце седьмого года придет сын Давида?» «Война – это тоже начало избавления». Конец цитаты. Очевидно, что в этом источнике речь идет об избавлении в свое время, которого мы не заслуживаем. Если бы мы его заслужили, исполнилось бы Тейла 95.7. «Сегодня, если вы услышите мой голос, то есть быстро, в славе и величии, без мессианских родовых мук. К сожалению, мы не заслужили избавления, так что оно будет не быстрым, а постепенным, шаг за шагом, через боль и страдания». Мудрецы учат Иерусалимский Талмуд, Брахот 1.1. «Раби Хия Великий и раби Шимон Бен Халафта шли утром по долине Арбела, когда увидели луч рассвета. Первый сказал последнему, «Ребе, таково избавление Израиля. Сначала оно приходит понемногу, но чем дальше оно продвигается, тем более великим становится». Конец цитаты. Правление Гога будет означать конец этого мира, каким мы его знаем, и одновременно кульминацию богохульной гордости народов. В своем мщении Бог навсегда осветит свое имя перед всем миром и сотрет осквернение имени Господа во всех народах и всех поколениях. Именно об этом идет речь в стихе Ехэскель 38,8. «После многих дней ты будешь вызван». Как прокомментировал Раши, «После многих дней твоего греха против меня ты будешь вызван передо мной, чтобы вспомнить твои грехи и понести расплату». Конец цитаты. Речь идет о грехе не только Гога и его современников, но вообще всех народов во все времена, которые грешили и оскверняли имя Господа. Когда грехи народов достигнут высшей точки, имя Бога будет в поругании, а Божий народ будет подвергаться нескончаемым репрессиям. Иными словами, апогей осквернения. Тогда Бог решит положить всему этому конец. Он отомстит и за Израиль, и за свое имя. Отменить это наказание не сможет никто. Бог побудет Гога и народы, врагов Израиля, объединенно атаковать Эрц Исраэль. Об этом Бог говорит дважды. «Я поверну тебя, вложу крючья в твои челюсти и выведу тебя и все твое войско». Ехэскель 38.4 «Вот я против тебя, О Гог, и я поверну тебя, вешав тихо, поведу тебя и заставлю тебя прийти с дальних краев севера». Ехэскель 39.1.2 Слово вешава втихо объясняется в Мецудат Давид. «Я сделаю твое сердце упрямым и непокорным, и я возбужу тебя». Конец цитаты. Ненависть Гога и народов к Богу Израиля позволит Богу спровоцировать нападение на свой народ. Бог даст им мотив для этой атаки. Мудрецы говорят, «Что касается насмешников, он насмехается над ними, но смиренным он дает благодать». Мишли 3.34 «Если человек хочет загрязниться, небо дает ему возможность. Если он хочет очиститься, небо поможет ему». Конец цитаты. Похожие слова есть и в Йома 39 алиф. «Если человек загрязняет себя немного, небо загрязняет его много. Если он делает это на земле, он будет загрязнен с неба. Если он делает это в этом мире, он будет загрязнен в будущем мире». «Раввины учат, станьте святыми и оставайтесь освященными». Вайкра 11.44 «Если человек освящает себя немного, небо освятит его много». Конец цитаты. «Человек наделен свободой воли и имеет не только право, но и обязанность выбрать добро и жизнь, и возненавидеть зло и смерть. Если он решает выбрать зло и загрязниться, Бог не будет помогать ему избежать зла. Напротив, Бог откроет перед ним все возможности делать все, что он захочет». Вот что значат слова. «Небо открывает перед ним дверь». Чем больше человек грешит и загрязняет свою душу, тем больше он привыкает к этому, и со временем грех становится его второй натурой. Поскольку все это относится даже к еврею, то что говорить о нееврее? Более того, если нееврей оскверняет Божье имя, унижая еврея и отказываясь остановиться, то при избавлении Бог не только даст ему возможность продолжать в том же духе, но даже поощрит к этому, поскольку его судьба уже предрешена. Конечно, если Гог объявит, что принимает ярмо неба и подчиняется Богу и Израилю, совершив великое освящение имени Господа, Бог позволит ему раскаяться. Однако до тех пор, пока этого не происходит, пока мир движется по пути осквернения, Гога ждет Божья месть, которая станет для него ловушкой. В Шмот 14.4 говорится, «Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. Я восторжествую над фараоном и всем его войском, и Египет узнает, что я Господь». Конец цитаты. В Балхату Рим содержится комментарий «Я ожесточу» – это выражение появляется дважды, первый раз здесь и затем в Ехескель 30.24. «Я ожесточу руки царя Вавилона». «Бог ожесточит сердца нечестивых, чтобы уничтожить их». Конец цитаты. Об этом же говорит и Рамбан, поскольку фараон боялся их во время чумы первенцев и не хотел преследовать их, даже если бы они убежали. Поэтому Бог был вынужден сказать, что Он ожесточит сердце фараона, чтобы тот погнался за ними. Позже говорится во второй раз, «Я ожесточу сердца египтян, и они погонятся за вами». Шмот 14.17. Видя, что море разделилось перед Израилем, и они прошли посреди его по сухой земле, как они осмелились пойти за ними, чтобы причинить им вред? Из всех чудес нет более выдающегося, чем это, и это действительно является безумством с их стороны. «Однако Бог смешал их планы и ожесточил их сердца, заставив их войти в море». Конец цитаты. Рамбан объясняет этот момент в Илхот-Шува 6.3. «Может быть так, что человек по своей собственной свободной воле совершит такой великий грех или много грехов, что в качестве наказания ему будет запрещено раскаяться в своем нечестии. Таким образом, он умрет и погибнет в грехе, который совершил». Бог сказал это через Ешаягу 6.10. «Утучни сердце этого народа!» Так же сказано. «Но они смеялись над посланниками Бога, презирали Его слова и насмехались над Его пророками, пока гнев Господа не восстал против своего народа, пока не стало поздно искать исцеления». Вторая летопись, 36.16. «То есть они согрешили по собственной свободной воле и продолжили сильно грешить, пока не оказались лишенными раскаяния, исцеления». «Вот почему сказано «Я ожесточу сердце фараона»» Шмот 14.4. «Поскольку сначала фараон согрешил самостоятельно и творил зло против Израиля, жившего в его земле, говоря «Давайте поступим с ними хитро»» Там же 1.10. Следовательно, ему было отказано в раскаянии до самого наказания. Вот почему Бог ожесточил сердце фараона. Почему же тогда Бог обратился к нему через Моше, говоря «Отошли Израиль и Раскайса», тогда как он уже ясно дал понять, что знал, что фараон не отошлет их, как сказано «Я понимаю, что ты и твои подданные по-прежнему не боитесь Бога» Шмот 9.30. «И единственная причина, по которой я дал тебе выжить, это чтобы показать тебе мою силу» Шмот 9.16. Это для того, чтобы сообщить человечеству, что когда Бог запрещает грешнику раскаяться, грешник не может раскаяться, но должен умереть за нечестивые дела, которые он совершил до этого по собственной воле. Так произошло с Сигоном. В соответствии с его грехами ему было отказано в покаянии. «Господь, твой Бог, ожесточил его дух и сделал его сердце упрямым». Дворим 2.30. Тоже относится и к хананеям. В соответствии с их мерзостями Бог отказал им в раскаянии, пока они не начали войну против Израиля. «Это было деяние от Господа, ожесточившего их сердца, так, что они пошли против Израиля на войну, чтобы он мог уничтожить их окончательно». Иошуа бен-нун 11.20. Также и когда Израиль сильно согрешил в день Ильягу, Бог обратил их сердца обратно. Первое царей 18.37. То есть запретил им раскаиваться. Итак, мы не говорим, что Бог определил, что фараон должен навредить Израилю, что Сигон должен грешить против их земли, что хананеи должны совершать мерзости или что Израиль должен поклоняться идолам. «Скорее, все грешили сами и все были приговорены к лишению раскаяния». Конец цитаты. Здесь мы видим важный принцип о свободе выбора нечестивого нееврея, оскорбляющего Божье имя. Грешник может подчиниться Богу одним из двух способов. Во-первых, он может покаяться и увенчать Бога царем, принять Его владычество и покориться Его заповедям. Такой вариант, конечно же, очень желателен, и в этом случае Бог не будет запрещать грешнику покаяться. Второй вариант. Грешник подчиняется Богу не потому, что раскаялся и принял его ярмо, но исключительно из страха и осознание своей беспомощности перед Ним. Конечно, это не считается раскаянием в грехе и освящением имени Господа, ведь для этого нужно открыто объявить о том, что Господь есть Бог и Царь, и склонить перед Ним колено. Пока грешник это не делает, он не освящает Божье имя. Им движут только слабость и страх, и потому он заслуживает наказание. Следовательно, Бог ожесточит его сердце, чтобы помешать ему покориться из страха. Так Бог ожесточил сердце фараона, который никогда не принимал ярмо неба. Бог не позволил ему избежать греха и возмездия только лишь из страха, но ожесточил его сердце, чтобы осветить свое имя. С Гогом произойдет то же самое. Гог дерзко оскверняет имя Господа, но это должно измениться. Бог побудет его напасть на Израиль, где он найдет свой конец, чем осветит имя Бога. Сказано, «Я приведу тебя против моей земли, так чтобы народы узнали меня, когда я освящусь через тебя. О Гог перед их глазами». Егескель 38, 16 Это самое великое и страшное освящение, какое только может быть. Именно так Бог заставит все народы принять Божье владычество. Гог и народы дерзко нападут на Израиль, полностью уверенные в своей победе. Цитата. «Ты скажешь, я взойду в землю неогражденных деревень, к тем, что живет спокойно и безопасно, чтобы взять трофеи и добычу, чтобы поднять свою руку против заброшенных мест, которые теперь заселены, и против народа, собранного из народов». Егескель 38, 11, 12 Раша комментирует «Чтобы снова уничтожить города, которые были необитаемы до сих пор, но теперь они заселены». Конец цитаты. Нет никаких сомнений, что Гог и его спутники-народы символизируют современный объединенный мир. Этот мир настолько ненавидит еврейский народ, что ищет любой предлог, чтобы уничтожить его и отнять у него землю. Израиль будет оставлен в одиночестве, но не потому, что они хотели этого сами, ведь они не раскаялись и не стали на заповеданный путь самоизоляции, но потому, что они боялись изоляции и уповали на народы. Таким образом, судебное решение будет весьма символичным. Израиль предадут даже те народы, которые он считал своими союзниками. Ехескель, там же, 22-23. Цитата. «Я буду судить его мором и кровью и пролью на него и на его отряды и на многие народы, которые с ним проливной дождь, великий град, огонь и серу. Так я возвеличусь и освящусь и прославлюсь в глазах многих народов, и они узнают, что я Господь». Конец цитаты. «Так и только так произойдет великое заключительное освящение имени Господа через мор и кровь, через силу и величие Бога. Только так нееврей поймет истину и исключительность Бога и произойдет это через посредничество Израиля как критерия осквернения и освящения имени. Мы читаем такие слова Ехэскель 39, 1, 4, 6, 7 «Вот я против тебя, О Гог, ты падешь на горах Израиля, ты и все твои отряды и все народы с тобой. Я пошлю огонь на Могог и на тех, кто живет безопасно на островах, и они узнают, что я Господь, свое святое имя, я прославлю среди моего народа Израиля и никогда больше не дам осквернять мое святое имя». «И народы узнают, что я Господь святой Израиля». Конец цитаты. Божья месть и освящение придут через Израиль тем же образом, каким до этого пришло осквернение. Раши комментирует Ехэскель 39, 7 «Унижение Израиля есть осквернение имени Господа, ибо люди говорят, что Израиль – народ Господа, однако Господь не может спасти их». Смотри Ехэскель 36, 20. Радак комментирует «В продлении изгнания Божье имя оскверняется среди народов, как будто Он сам оскверняет его». Махарикра комментирует «Я прославлю свою доблесть среди народов. Узнают, что у Меня есть сила избавить Израиль из их рук. Тогда они осветят Меня после чудес, которые Я совершу среди Моего народа Израиля. Я больше не позволю, чтобы Мое святое имя осквернялось». Ехэскель 39, 7 Комментарий «Пока Мое имя оскверняется среди народов, они говорят, у Бога нет силы удалить их из нас». Как сказано, «Когда они пришли к народам, куда они пришли, они осквернили Мое святое имя, поскольку люди сказали о них, это народ Господа, и они вышли из Его земли». Ехэскель 36, 20 «Однако сейчас, когда народы увидят, что Гог и его войска поражены, а Бог собирает Израиль в землю Израиля, они скажут, «Он истинно имел силу избавить их, только из-за их грехов это не произошло до сего дня». Конец цитаты. «Когда народы унижают Израиль и нападают на него и его землю, Божье имя оскверняется». На самом деле, это величайшее осквернение. Следовательно, в день, когда Гог нападет на землю Израиля, воспывает Божья ярость. Ехэскель 38, 18 «Божье месть и освящение его имени исполнятся очень символично». Цитата. «В тот день я дам Гогу место для захоронения в Израиле». Ехэскель 39, 11 «Народ, решивший завоевать Эрцисраэль, наконец-то достигнет своей цели и получит ее для захоронения». Цитата. «А ты, сын человека, скажи каждой крылатой птице и каждому полевому зверю, ты будешь есть плоть сильных и пить кровь князей земли». Ехэскель 39, 17, 18 «Все, кто насмехался над Богом и уповал на собственные силы, станут меньше птицы и зверя, по сути их пищей. Только так, через шок и ужас, охвативший Филистию, Шимот 15, 14, через страх и трепет перед невероятной Божьей силой, народы, наконец, поймут, что Господь есть Бог». Ни еврей ничего не хотел слышать о Божьем величии, ведь он видел униженность Израиля. Теперь ему придется услышать о Божьей силе». Цитата. «Голос Господа через силу» Таилим 29, 4 «Эсав хорошо понимает физическую силу, поскольку сам использует только ее. Вот почему в будущем ему предстоит испытать и на себе Божью месть и воздаяние. Мудрецы говорят» Брахот 29, «Кому соответствуют семь благословений субботней Шмоне Айсре». Раби Халавта бен Шаул ответил «Семи упоминаниям Давидом слово «кол» «Голос» в Таилим 29. Это следующее упоминание. «Голос Господа над водами, голос Господа силен, голос Господа полон величия, «Голос Господа разрушает кедры, голос Господа разделяет пламя огня, голос Господа колеблет пустыню, голос Господа разрешает от бремени ланей». Конец цитаты. Суббота символизирует седьмое тысячелетие, время избавления, а избавление приходит только через силу Божьего голоса». Об этом же мудрецы говорят в Брахот 28. Бет. Чему соответствуют эти восемнадцать благословений Шмоне Айсре? Раби Елель, сын Раби Шмуэля Барнахмени, сказал восемнадцати упоминаниям Божьего имени в Таилим 29. В этой Таилле описываются голос и сила Бога, причем подразумеваются патриархи, Божья сила и Божья святость, как заметил в Рошашана 32 Алиф Раши. Вот о чем говорится в Рошашана 32 Алиф. Откуда мы знаем, что мы произносим первое благословение, упоминающее про отцев? Сказано «Призови перед Господом славу и силу» там же. Что касается третьего благословения, упоминающего Божью святость, сказано «Вызови перед Господом славу Его имени, поклоняйся Богу в величии святости» там же стих 2. Конец цитаты. «Мы упоминаем перед Богом сначала про отцев, затем Божью силу и в конце Божью святость. Без Божьей силы нет освящения Его имени. Вся 29-я Тейла это одно большое провозглашение Божьей силы, посредством которой освящается Его имя. Например, это произошло при рождении еврейского народа у горы Синай. Цитата. «Когда Израиль получал Тору, Божий голос донесся до краев земли и всех царей народов охватил ужас в их дворцах, и они воспели хвалу Богу. В своем дворце каждый говорит о Божьей славе» Иллим 29.9. «Все собрались к Беламу и спросили, что это за голос множества, который мы слышали?» Он ответил, «У Бога есть драгоценный предмет, который Он прятал в Своей сокровищнице 974 поколения перед тем, как был создан мир, и Он пожелал дать его Своим детям. Как только Бог дал силу Своему народу» Таилим 29.11 «Весь Израиль немедленно ответил, Господь благословляет Свой народ миром» Там же Зевахим 116 Алиф Конец цитаты Тора сила Израиля Когда евреи защищают Тору, Бог дает им силу против их врагов. Только так народы поймут силу Израиля и подчиняться ему мирно. Даже если Израиль не исполняет Божью Тору, Бог все равно проявит силу, чтобы осветить свое имя в свое время, явив себя народом. На Синае Божья сила и голос были возвещены шофаром. Цитата «Шофар звучал все громче и громче» Шмот 19.19 Мехилта комментирует Итро Месехта де Баходыш 4. Везде, где используется слово шофар, это благоприятный знак для Израиля, как в стихах «Бог взошел с восклицанием Господь со звуком шофара» Таилим 47.6 «В тот день зазвучит великий шофар» Ешаяу 27.13 «Господь Бог затрубит в шофар и двинется с бурями юга» Захария 9.14 Конец цитаты «Дорогой друг, запомни великий принцип нашего времени, когда Машиах уже так близок, начертай его на своем сердце и, возможно, Бог смилостивится над тобой. Война Гога с Израилем будет страшным временем для всей земли, если Израиль окажется недостоин ускоренного в кавычках избавления без страданий, Бог по Своему великому милосердию постарается отсрочить конец, чтобы дать миру возможность предотвратить избавление в свое время. Как милосердный Отец, Бог постоянно отодвигает крайний срок, надеясь, что Его дети вернутся к Нему и Он сможет спасти их в славе и величии. Как следует поразмышляй над Моими словами, быть может они настолько затронут твои чувства и разум, что ты почувствуешь побуждение броситься на улицу и призвать сограждан спасаться от ужасных страданий. Бог сказал, о, если бы мой народ услышал меня и Израиль ходил бы моими путями, я бы скоро подчинил их врагов. Таилим 81.14.15 Я уже объяснял, что если Израиль послушает Бога, то он избавит их в прямом смысле слова мгновенно, поскольку он всегда готов отомстить Гогу и народам. В Ешаяу 48.18 Бог говорит, о, если бы ты услышал мои заповеди, твой мир тогда был бы как река. Конец цитаты. В Авудазара 5 алиф сказано, если бы ты следовал моим указам, в Айкра 26.3 комментарий, если может означать только просьбу. Так сказано, о, если бы мой народ услышал меня, и если бы ты услышал мои заповеди. Бог как бы умоляет Израиль покаяться и совершить самоотверженные поступки, доказав этим свою веру и упование на него. Тогда Бог ускорит избавление. Мудрецы говорят Турат Куанин Бехукатай Паршета 1. Если бы ты следовал моим указам, комментарий, это учит тому, что Бог жаждет, чтобы Израиль трудился в Торе. Так же сказано, о, если бы мой народ услышал меня, о, если бы ты услышал мои заповеди, если бы их сердца остались такими же в благоговении передо мной навсегда, так, чтобы все было хорошо у них и у их детей вечно. Дворим 5.26 Конец цитаты. Очевидно, что в этих стихах речь идет об исполнении заповедей, однако для избавления требуется нечто большее. цитата «Если бы ты следовал моим указам» Комментарий «Может ли это означать исполнение заповедей, когда в стихе добавляется «И внимательно хранил мои заповеди» Ваикра 26.3 «Это означает исполнение заповедей». Что же тогда я узнаю из первой части стиха? «Что мы должны трудиться в Торе». Конец цитаты. Это очень важный принцип. Богу недостаточно простого исполнения заповедей. Он требует трудиться, тяжело работать, до психологического изнеможения. Он требует от нас исполнения сложных заповедей, подразумевающих веру и доверия к Богу. Все это называются указы, и они противоположны воле человека, ограниченного своим слабым разумом. Бог говорит, «Если бы ты следовал моим указам». Если мы следуем путям Торы, включая трудные указы, если мы изучаем их не механически, но тяжело трудимся с полной верой в Бога, тогда Он принесет нам немедленное избавление. Есть и такие слова. «Я сказал, ты непременно услышишь меня и примешь исправление, таким образом спасешь свое жилище от истребления и от всего, что я намеревался навести на тебя». Захария 3, 7. Но нет, Израиль поступил иначе, встал рано и исказил все свои дела там же. Пророк Ишаял говорил о том же 30, 15. «Так говорит Господь Бог Святой Израиля, в простоте и спокойствии ты будешь спасен, в тишине и доверии придет твоя победа». Конец цитаты. Однако Израиль не хотел этого там же. Эти слова исполнялись уже в древности. Безумные поступки наших предков предвосхитили безумие их потомков. Уже тогда они презирали величественное избавление, так что Ишаяу был вынужден сказать там же стих 18 «Поэтому Господь будет ждать, чтобы проявить к тебе благодать, и поэтому Он будет возвеличен, чтобы проявить к тебе милосердие, ибо Господь есть Бог правосудия, счастливы все, кто ждут Его». Мудрецы комментируют Сан-Эдрин 97 «Поскольку и мы и Бог ждут, кто вызвал задержку?» «Строгая справедливость» конец цитаты. Другими словами, поскольку строгая справедливость требует, что избавление должно прийти только через покаяние, она задерживает избавление. Оно все же придет, но только для освящения Божьего имени и состраданиями, которые в ином случае можно было бы избежать. Как же Бог просил нас, как Он жаждал нашего покаяния. Мы читаем Ирмиягу 26 2 3 «Так говорит Господь, встань во дворе дома Господа и скажи всем городам Иуды, которые приходят на поклонение в его дом. Возможно, они услышат и все люди обратятся от своих злых путей, чтобы я мог смягчить то зло, что намереваюсь причинить им». В Ирмиягу 36 2 3 сказано «Возьми свиток и запиши все, что я сказал тебе. Возможно, дом Иуды услышит, и они обратят каждого человека от его злого пути, чтобы я мог простить их нечестие». Конец цитаты. В Ехэскель 12 2 3 сказано «Сын человека, ты живешь посреди дома мятежников, которые имеют глаза видеть, но не видят, и уши слышать, но не слышат. Поэтому, сын человека, приготовь вещи для изгнания и переселяйся, как будто для изгнания днем в их глазах. Возможно, они воспримут, хотя они дом мятежников». Конец цитаты. В Амос 5 15 говорится «Ненавидь зло и люби добро, возможно, Господь Бог воинств будет милости в к остатку Иосифа». Конец цитаты. Мудрецы задают вопрос Хагига 4 Бет. Цитата «Ищи праведности, ищи смирения, возможно, ты будешь укрыт в день гнева Господа». Цфания 2 3 Комментарий Когда раби Ами подходил к этому стиху, он восклицал «Все это и возможно? Ненавидь зло и люби добро, возможно, Господь Бог будет милостив». Амос 5 15 Когда раби Аси подходил к этому стиху, он восклицал «Все это и возможно? Конец цитаты Что же имеют в виду пророки? Неужели можно творить дела праведности, но не спастись? Почему в спасении нет уверенности? Дело в том, что для избавления недостаточно лишь иметь веру в Бога. Необходимо исполнением определенных заповедей подтвердить эту веру. Поэтому пророки говорят, исполняй заповеди и возможно с их помощью ты спасешься. Однако если ты пожертвовал собой в вере и доверии к Богу, тогда ты точно будешь избавлен. Благодаря скорому приходу Машиаха многие евреи смогли вернуться в свою землю и снова обрести государство под еврейским суверенитетом, пусть и очерненная массой грехов и мерзостей. Однако этот процесс сопровождается и будет сопровождаться впредь тяжелейшими бедствиями, отменить которые можно только одним способом совершить дела праведности и приблизить ускоренное в кавычках избавление. Бог дал нам эту возможность не по нашим заслугам, но чтобы осветить свое имя и теперь мы обязаны покаяться и творить дела веры. Только так мы сможем превратить избавление в свое время в ускоренное. По моему скромному мнению в этой связи Бог дал нам ясное знамение несложно увидеть, что когда Писание говорит о преступлении и наказании, оно постоянно упоминает число сорок. Когда мир был наказан за грехи потопом, дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей. Берешит 7.12 Сотни лет спустя, когда поколение пустыни презрело чудесную землю Таилием 106.24 и сокрушалось о потере египетского дома в кавычках, владыка вселенной в гневе запретил им входить в святую землю, сказав при этом, ваши дети будут скитаться с места на место в пустыне сорок лет. Бемидбар 14.33 Или вот что в Торе говорится о наказании бичеванием молкот дайте ему сорок не прибавляйте к этому дворим 25.3 Очищение и искупление греха начинаются с изучения Торы данной на Синае за сорок лет и продолжаются в микве содержащей как минимум сорок мер воды. Снова и снова мы видим что число сорок тесно связано с преступлением и наказанием. Мудрецы объясняют почему это так. Бемидбар Раба 5.4 Почему Тора устанавливает сорок ударов? Поскольку грешник нарушил Тору данную за сорок дней и навлек на себя смерть а человек образован за сорок дней он должен получить сорок ударов чтобы удовлетворить наказание. Это было сделано с Адамом который согрешил и навлек на себя смертный приговор. Однако получил сорок ударов ибо мир был поражен за его грех сорока проклятиями десять Адаму десять Еве десять змею и десять земле. Конец цитаты. Внимательное рассмотрение показывает, что число сорок связано не только с преступлением и наказанием, но и с предупреждением Бога грешнику с целью избежать наказания. Когда Иона пришел в Ниневию, он объявил жителям «Еще сорок дней и Ниневия будет неспровергнута!» Иона три Иона предупредил ниневитян о надвигающемся наказании и им были даны сорок дней на размышления и покаяния. Точно так же Бог дал еврейскому народу сорок лет перед каждым разрушением храма. В конце периода первого храма Бог сказал Ехескелю Ехескель 4.6 «Ляг снова на правый бок и понеси нечестие дома Иуды! Я назначил тебе сорок дней день за год!» Раша комментирует «Это учит тому, что дом Иуды грешил сорок лет от изгнания десяти племен до разрушения первого храма». Конец цитаты. Когда Бог излил свой гнев на десятиколенное царство Израиль, начался обратный отсчет до дня суда над Иудейским царством. При этом им был дан период милосердия в сорок лет, как последний шанс для покаяния. В этот период пророчествовал пророк Ермиягу, посланец последнего предупреждения, Эхараба 4.25 «Книга плача была более полезна для Израиля, чем сорок лет, в которые Ермиягу пророчествовал им». То же произошло и со вторым храмом, Йома 39. Бет. Во время последних сорока лет перед разрушением второго храма жребий ради Господа не появлялся в правой руке в Йом-Кипур смотри Ваекра 16. Красная лента не становилась белой, самый западный светильник не светился и двери святилища гейхал открывались сами по себе, пока раби Йоханан бен Закай не осудил их, сказав «Гейхал, гейхал, зачем предсказывать свое собственное уничтожение? Я знаю о тебе, что ты будешь уничтожен». Конец цитаты. В Гетин 56 алиф мы читаем «Рабец садок сидел сорок лет постяс, чтобы Юрсалим не был уничтожен». И за сорок лет до разрушения храма Санедрин был изгнан и заседал на храмовой горе. Аводазара 8 бет. Снова и снова мы находим в Торе сорокалетний период милосердия. Можно сказать, что Бог дает Израилю последнюю возможность услышать Его предупреждение, последний шанс вернуться к Своему Небесному Отцу. Зададимся вопросом, если Бог дал нам сорокалетний период во время первого и второго храма, то не так ли это во время третьего государства Израиль расцвета избавления вопреки нашим грехам. Как я уже не раз объяснил, избавление придет одним из двух способов и третьего не дано. Цитата «Я ускорю это в свое время» Ешияу 60 22 Мудрецы объясняют, если они будут достойны, я ускорю это. В противном случае «Оно избавление придет в свое время» Сан-Эдрин 98 Алиф Разница между двумя вариантами не только во времени, она касается самой сути нашего бытия. Ускоренное избавление придет в славе и величии, без страданий и мессианских родовых мук. Между тем избавление в свое время, поскольку мы его не заслужим, будет сопровождаться ужасающими катастрофами и бедствиями. Оно станет подходящим уроком для неблагодарного, неразумного народа, но в конце нас ждет славное спасение. Бог призывает нас превратить избавление в свое время в ускоренное избавление, для чего нужно пересмотреть свои пути и покаяться. Важно понять, не случилось ли так, что Бог сегодня дал нам именно этот сорокалетний период, который Он давал нам уже дважды. Возможно, у нас снова есть сорок лет, чтобы избежать ужасных мессианских родовых мук. Государство Израиль родилось из пепла печей, не потому, что мы его заслужили, но потому, что народы не оставили истории другого выбора. Бог готовится покарать мир, надругавшийся над Богом Израиля. Давайте допустим на минуту, что появление сорок лет назад государства Израиль не только ознаменовало начало избавления, но и положило отсчет периоду милосердия. Довольно логично предположить, что наш милосердный Отец с любовью дает нам последний шанс превратить страдания в величественное и быстрое избавление. Не зря Раби Илезер сказал Санедрин 99 Алиф Мессиан Эра Машиаха длится сорок лет, как сказано. Сорок лет я презирал это поколение Таилим 95 10 Конечно, мы не знаем, насколько точно Бог будет применять число сорок. Другие мудрецы говорят, Раби Элазар бен Арах сказал 70 лет. Рэб сказал 3 поколения. Конец цитаты. Наверняка ответ находится где-то между сорока годами и тремя поколениями. Как бы то ни было, у Израиля в любом случае остается мало времени, чтобы вернуться на путь истины. Сорок лет, пусть и не ровно столько, но совершенно точно такой период существует. Сорок лет наш Небесный Отец взывает к нашим сердцам, давая нам последнюю возможность предотвратить страшную, но отнюдь не неизбежную трагедию и привести славное избавление. Не стоит обманываться. Невероятное чудо возвращения в святую землю и создание еврейского государства знаменует начало, а не конец избавления. Подлинная эпоха счастья наступит только тогда, когда мы последуем великому принципу «Если вы будете следовать моим указам, я принесу мир в землю». Вейкра 26.3.6 Это непреложный закон еврейского народа и избежать его невозможно. Каким будет будущее еврея, мирным или ужасным, зависит только от его верности своей миссии в этом мире склонить голову и подчиниться ярму неба. Цитата «Если вы будете следовать моим указам, я принесу мир в землю Израиля, а если вы не послушаете меня, я навлеку на вас погибель» Вейкра 26.14.16 Вот выбор и третьего не дано, все остальное суета и времени уже почти не осталось, решение в наших руках. Бог умоляет нас, своих любимых, избранных сыновей, принять то, что он нам дает. Машиах стучится в дверь, уже слышны его шаги, и голос Бога Израиля взывает «Вернитесь ко мне слово Господа воинств, и я вернусь к вам». Захария 1.3 «Торопитесь, спешите, в славе, сегодня, в этот самый момент, сегодня, если вы послушаете его голос». Таилин 95.7 «Однако, если мы упустим этот шанс и дойдем до точки невозврата, когда Бог осуществит избавление в свое время с невиданными трагедиями, то оно придет внезапно, как гром среди ясного неба. Благодаря доброте Бога, который все снова и снова откладывает свой гнев, мы отвыкли серьезно воспринимать предупреждения. Вообще, для человека из страны естественно отрицать свои ошибки, и тем более, когда за них можно серьезно поплатиться. Естественно, также высмеивать или просто игнорировать тех, кто озвучивает предостережения. Так Ермиягу восклицал, «Меня ежедневно осмеивают, все смеются надо мной. Когда бы я ни говорил, я громко восклицаю, я кричу из-за насилия и разрухи, поэтому слово Господа стало упреком для меня, насмешкой весь день». Ермиягу 27, 8. А в Ехескель 33, 30, 32 есть такие слова. «Они все говорят один другому» «Комментарий насмешливо говорят», «Комментарий «Слышь слово исходящее от Господа» «Мой народ приходит к тебе и садится перед тобой и слушает твои слова, но не исполняет их, ибо они считают их слово музыкой флейты, тогда как их сердце направлено на несправедливое обогащение». «Вот ты для них, как песня для флейты искусного музыканта с приятным голосом, они слышат твои слова, но не исполняют их». Конец цитаты. Мецудат Давид комментирует, там же, стих 32, «Для них твое пророчество нелепая песня, шутка, у певца хороший голос и его музыка приятна, но ничего нельзя сделать, потому что в ней нет ни заповеди, ни предупреждения». Конец цитаты. Иными словами, народ не считает слова пророка серьезной заповедью или предупреждением и не принимает их в расчет. Чаще всего это происходит, когда посланцу истины противостоят те, кто, по словам Ермиягу, «Лечат раны дочери моего народа поверхностно», говоря, «Мир, мир, тогда как мира нет». Ирмиягу 6.14 В Мецудот Давид объясняется, «Они закрывают глаза на беспокойство о приближающемся зле». А вот что говорит о ложном мире Ехэскель 13.10.16 «Они сбили мой народ с пути, говоря, мир, когда мира нет. Если кто-нибудь построит стену, они испачкают ее белилами». Это пророки Израиля, которые пророчествовали об Иерусалиме и видели введение мира, когда не было мира, говорит Господь Бог». Конец цитаты. Поскольку лжепророки обещают мир и безопасность, Израиль остается глух к предостережениям и отвергает покаяние. Они отвергают Божьих пророков и говорят, «Они ошибаются, зло нас не постигнет, и мы не увидим ни меча, ни голода. Они лишь ветер, в них нет Божьего слова». Иермиягу 5.12.13 «Поощряя сладкоголосых лжепророков, они отвергают пророков истинных, считая их слова приходящим ветром, в котором нет ни капли истины». Иермиягу сокрушается. «О, Господи Боже!» Пророки говорят, «Ты не увидишь меча, не будет у тебя и голода, ибо я дам тебе настоящий мир в этом месте». Иермиягу 14.13. Итак, именно доброта и милосердие Бога к своему народу, именно его готовность раз за разом отсрочивать наказание, заставляет израильтян сомневаться в истинности предупреждений. Израиль привык, что предупреждения звучат слишком часто и нередко остаются без исполнения и научился их игнорировать. Именно об этом говорит Иермиягу. «Вот они говорят мне, где слово Господа, пусть оно придет сейчас». Иермиягу 17.15. Медсудат Давид комментирует, «Мои клеветники насмешливо вопрошают, где слово Бога, пусть оно придет сейчас, чтобы мы увидели, что с тобой истина». Конец цитаты. Предупреждений так много, а последняя отсрочка по милости его настолько долгая, что народ, не видя исполнения пророчеств, начинает осмеивать как самих посланников, так и их весть. Как хорошо выразился царь Шломо, «Поскольку приговор за злое дело не исполняется быстро, сердца людей полностью обращены во зло». Коэлет 8.11. Раша комментирует, «Бог не спешит наказывать грешников, поэтому они думают, что правосудия нет». Конец цитаты. И тем более это так, когда грешники получили предупреждение и порицание, но затем Бог из милосердия отсрочил наказание. Об этом Шломо пишет также в следующем 12 стихе. «Хотя грешник творит зло сто раз, Бог дает ему отсрочку». Когда люди видят, что грешник грешит сто раз и больше, а Бог дает ему отсрочку, они приходят к выводу, что правосудие не существует, они не понимают, что Бог просто не тороплив на гнев и не спешит с наказанием. Об этом говорит Иехескель. «Сын человека, что это за поговорка у вас есть в земле Израиля? Дни проходят, и ни одно видение не сбывается». Иехескель 12-22. «Народ даже придумал поговорку о пророчествах о надвигающемся уничтожении. Они словно хотят сказать, «Да, мы слышали эти пророчества много раз, но пока ничего не сбылось. Скорее всего, это неправда». Более того, многие люди согласны с тем, что в конце дней будут трагедии, но поскольку предупреждения пророков так часто не сбывались, они не верят в то, что это случится при их жизни. Получается, что милосердие Бога, открывающее возможность покаяться и избежать бедствий, только подрывает доверие к предупреждениям. Поэтому Иехескель добавляет стих 23. «Поэтому скажи скажи так говорит Господь Бог, я сделаю так, что эта пословица исчезнет, они больше не будут использовать ее в Израиле. Скажи им, эти дни уже здесь слово каждого видения». Конец цитаты. «Если после всех предостережений Израиль не вернется к своему небесному Отцу в полной вере, рано или поздно наступит свое время», в кавычках, и тогда на нас обрушатся страдания и мессианские родовые муки, причем неожиданно, да смилостивится над нами Бог. Мы читаем «Разрушение следует с разрушением, ибо вся земля опустошена. Внезапно мои шатры разорены, мои завесы пали в мгновение». Ирмиягу 4.20 «О, дочь моего народа, облачись в мешковину и пепел, ибо грабитель нападет внезапно». Ирмиягу 6.26 «В Клиякар есть ценная мысль на эту тему, она содержится в комментариях над Варим 4.25-26 «Поскольку приговор за зло не исполняется быстро, их сердца полностью обращены делать зло. Они не чувствуют, что Бог отсрочивает свой гнев, чтобы собрать то, что придет к Нему в конце дней». Сказано, «Когда у тебя есть дети и внуки, и ты утвержден в земле уже долгое время, ты можешь оказаться в упадке и сделать статую какого-либо изображения, совершив зло в глазах Господа твоего Бога и прогневив его». Дворим 4.25 «То есть в то же самое время, что ты оказался в моральном упадке, твои дети и внуки будут жить мирно и утвердятся в земле, и ты ошибочно скажешь, если бы Бог хотел убить нас, Он бы не хранил молчание так долго. В конце концов, наши дети живут мирно, и мы живем в земле много дней». «Конечно мы невиновны». Поэтому сказано «Я призываю небо и землю свидетелями для вас сегодня, что вы быстро исчезнете из этой земли». Дворим 4.26 «Божий путь состоит в том, чтобы не приводить наказание быстро, что видно из Медрашана слова, «Оставляй расстояние между одним стадом и следующим». Берешит 32.17 «Это особенно так, когда Он наказывает немедленно, без продолжительной задержки, но если Он отсрочивает свой гнев на долгое время, тогда в конце дней Он навлечет составное бедствие в быстром порядке». Так произошло с первым храмом. Они поклонялись идолам долгое время, начиная с дня Иераваама. Даже при этом Бог отсрочил свой гнев, как сказано, «Ты быстро будешь уничтожен», Дворим 11.17. Раша объясняет, «Я не дам тебе отсрочек», то есть очередных отсрочек. Таким же образом там говорится, «Ты непременно будешь уничтожен быстро», Дворим 4.26. Здесь быстрота говорит о бедствиях, которые в итоге придут в быстром порядке. Конец цитаты. «Именно так произойдет заключительное избавление, внезапно, без предупреждения, причем это касается избавления как ускоренного, так и в свое время. Вот я посылаю моего вестника, и он очистит путь передо мной. Господь, которого ты ищешь, внезапно придет в свой храм, вестник соглашения, комментарий Раши, мститель соглашения, которым вы восхищаетесь, придет, говорит Господь воинств. Малахия 3.1. Нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что избавления нет уже много лет. Знамения и чудеса, которые мы увидели, должны осветить путь всякого, кто хочет видеть. В наше время Бог дал нам уже несколько возможностей продемонстрировать доверие к Нему, совершив дела веры и приблизив ускоренное избавление. Но мы упустили их все. Я выплакал уже реки слез, видя, как безнадежно слеп Божий раб Яков Ирмияу 30.10. Из-за своего упрямства нам предстоит увидеть избавление в свое время, хотя страданий и мук вполне можно избежать. Мудрецы учат Брахот 13 Алиф «Не вспоминай о прошедшем, не раздумывай о старом, я сделаю нечто новое, теперь это произойдет» Ишаяу 43.18.19 Комментарий «Не вспоминай о прошедшем, это народы, подчинившие Израиль, не раздумывай о старом, это исход из Египта, вот я сделаю нечто новое, теперь это произойдет» Раби Юсеф узнал «Это война Гога и Магога, с чем это можно сравнить? С человеком, который шел по дороге, встретил волка и спасся от него, тогда он начнет рассказывать случай о волке, затем он встретил льва и спасся, следовательно он будет рассказывать о льве, затем он встретил змею и спасся, он забыл о первых двух случаях и будет говорить о змее, так же и с Израилем, новые несчастья заставляют их забыть о старых, и действительно, если мы не заслужим ускоренного избавления, война Гога и Магога обрушит на нас бесчисленные страдания, важно определить характерные черты избавления и войны Гога и Магога, главный принцип состоит в том, что Израиль будет полностью изолирован и лишится всех союзников, дворим 32-36, Господь рассмотрит дело своего народа и утешит своих рабов, Он увидит, что их силы больше нет, что они ничто удаленные и оставленные, в Эфес, Ацур, в Азув, избавление придет, когда Израиль станет Эфес, ничто, когда он будет оставлен всеми, Слово Ацур тоже указывает на одиночество, отстраненность от всего мира, как в предложении «Женщины отстранены Ацура от нас». Первое Шломо 21-6 Суббота и праздники называются Ацерет, потому что мы отстраняемся от любой работы. Что касается слова Азув «брошенный», оно тоже подразумевает изоляцию, потому что Израиль будет брошен всем миром. Как говорят мудрецы Санедрин 97 Алиф, «сын Давида не придет, пока они не отчаются получить избавление, как сказано, они ничто удаленные и брошенные». Так сказать, для Израиля не будет ни поддержки, ни помощи. Конец цитаты. Каким бы ни было избавление, ускоренным или в свое время, Израиль в любом случае будет изолирован от всего мира. Характер избавления полностью зависит от нашей способности доказать, что Ашем есть Бог, что Он один и нет другого. только изоляция убедит и народы и Израиль во всемогуществе и владычестве Бога. Особенно это касается самого Израиля, ведь пока у нас есть хоть один союзник, мы продолжаем уповать только на него. Бог убедительно проявит себя как спаситель и избавитель, только когда Израиль превратится в ничто оставленное и брошенное. Именно одиночество в кавычках Израиля в день избавления докажет ему и всему миру, что Бог не имеет себе равных. Цитата «Один Господь будет превознесен в тот день» Ишаяу 2.11 «Спасти их сможет только Бог, так что это будет полное избавление, полная победа над недоброжелателями Израиля. То же мы видим и у Раши» Берешит 1.1 Раби Ицхак сказал «Тора должна начинаться со стиха Шмот 12.2 «Этот месяц станет для тебя первым из месяцев», говоря о первой заповеди Израилю. Почему же тогда она начинается она начинается с главы Берешит «Это потому, что если бы когда-нибудь народы мира сказали Израилю «Вы воры», они бы ответили». Конец цитаты. В Медраше мы читаем Берешит Раба 1.2 «Это для того, чтобы народы не критиковали Израиль, называя его народом грабителей». Раби Ицхак говорит «Не семь народов, но народы мира», давая понять, что все народы мира присоединятся к коренным жителям земли, будет о семь народов или измаильтяне. Все вместе они бросят Израилю обвинения в воровстве и грабеже, и тогда еврейский народ останется один. Именно тогда Бог будет один и его имя одно. Захария 14.9 Если эта изоляция придет по собственной воле и инициативе Израиля, это станет величайшим проявлением веры и доверия к Богу. В награду мы получим быстрое, славное и великое избавление, как говорят мудрецы мифилта бешалах месех таде ваихи параша 6. Мы также находим, что изгнанники не будут собраны, кроме как благодаря вере. Сказано «Приди со мной из Ливана, моя невеста, со мной из Ливана, но смотри, вера идет первой». Широ 4.8 «Я обручу тебя со мной навсегда и обручу тебя со мной через веру». Ошеа 2.21.22 «Если же евреи не поверят в Бога и не положатся на Него, если откажутся от изоляции и продолжат и дальше надеяться только на неевреев, нарушая заповеди и законы о земле, тогда Бог Сам изолирует евреев против их воли. Он бросит на них народы мира, свору объединенных наций, пышущих ненавистью к Израилю со всеми вытекающими из этого трагедиями. И лишь когда, хлебнув горя, Израиль отчается искать спасения в народах, он снова, как когда-то в Египте возопит к небу.